Бурные дискуссии и прорывные решения, каким был минувший год для российской дипломатии. Об этом сегодня на большой пресс-конференции в Москве рассказала глава МИДа Сергей Лавров. Мероприятие длилось не один час, и темы успели затронуть самые разные. От конфликта на Украине, борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке, до шокирующей истории насилия на 13-летней Лизе из русскоговорящей семьи в Германии. Ответы министра внимательно слушал наш корреспондент Михаил Акинченко. Он на прямой связи со студией. Михаил, мы ждем от вас подробностей. Да, добрый день. Действительно, в конце января глава российского МИДа традиционно встречается с представителями средств массовой информации, чтобы поделиться с ними своим видением итогов минувшего года. Надо сказать, что на этот раз, на эту пресс-конференцию, аккредитовалось больше 200 журналистов со всего мира. Такой высокий интерес, впрочем, вполне объясним, если учесть, что многие события и процессы, начавшиеся в прошлом году, будут оказывать значительное влияние и на год нынешний. Несомненно, одно отметил Сергей Лавров, начиная разговор. Прошлый год наглядно показал, что больше ни одна страна в мире не способна решать важнейшие вопросы без оглядки на остальных. Время молчаливого согласия прошло. Наши западные коллеги иногда так запальчиво говорят, что с Россией больше бизнеса, как обычно, не будет. Я убежден, что это именно так, и здесь мы сходимся с ними. Больше не будет бизнеса, как обычно, когда нам пытались навязывать договоренности, которые учитывают прежде всего интересы либо Евросоюза, либо Соединенных Штатов, и убеждали нас в том, что это не нанесет ущерба нашим интересам. Эта история закончена. Начинается история, которая может развиваться только на основе равноправия и всех других принципов международного права. Пока же мы отмечаем продолжение весьма неконструктивной, опасной линии в отношении России, и, как я уже сказал, включая укрепление военного потенциала НАТО вблизи наших границ. Ну, надо сказать, что эти слова о том, что достижение согласия возможно только на принципах равноправия, справедливо и по отношению ко всем событиям, происходящим в мире. Сергей Лавров напомнил, что именно в поиске компромисса были найдены пути решения иранской ядерной проблемы. Удалось запустить межсирийский диалог, участники которого, как ожидается, встретятся уже в конце этой недели. В решении этих проблем, кстати, Россия сыграла ключевую роль. Активное участие нашей страны в международных процессах, как отметил Сергей Лавров, позволяет полнее раскрыть подоплеку многих происходящих процессов. Действия Воздушно-космических сил России в ответ на обращение сирийского правительства реально помогли переломить ситуацию в этой стране, помогли обеспечить сужение контролируемого террористами пространства. И в результате, между прочим, заодно существенно прояснилась картина происходящего, и стало видно, кто борется с террористами, а кто выступает в роли их пособников, пытаясь использовать их в своих односторонних эгоистических целях. Российские дипломаты внимательно наблюдают и за выполнением минских соглашений. Скоро исполняется год, как был принят план урегулирования военного конфликта в Донбассе. Наша страна намерена настаивать на полном и поэтапном выполнении подписанных договоренностей, сколько бы времени для этого не потребовалось. При этом Сергей Лавров отметил, что его западные коллеги до сих пор порой путают, кто и что должен исполнять. И уже Россию просят сделать что-нибудь для отмены санкций, которые же сами и принимали в отношении нашей страны. Об этом глава МИД говорил, отвечая на вопрос, кто в ком больше не нуждается, Россия в западных странах или все-таки западные страны в России. В идеале мы должны быть нужны друг другу и должны друг друга поддерживать, должны коллективно работать по пресечению угроз, которые общие для всех нас. На деле получается, что Запад к нам обращается гораздо чаще, чем мы к Западу. Вот смотрите, например, вот эти санкции, которые были введены, мы же вообще о них не упоминаем. Мы просто начинаем делать для себя выводы о том, насколько надежны и, опять же, договороспособны наши западные партнеры, насколько они готовы следовать общепринятым подходам, которые заключаются в том, что лишь Совет Безопасности ООН полномочен принимать меры принуждения. И, давая для себя отрицательные ответы на эти вопросы, мы занимаемся тем, чтобы, ну, называйте это импортозамещением, называйте это структурными реформами, называйте это как угодно. Президент об этом говорил во многих своих выступлениях, включая вчера в Ставрополе. Речь идет о том, чтобы наша экономика была самодостаточной, не изолированной от всего мира, отнюдь нет, открытой для сотрудничества с теми, кто готов к этому на основе равноправия. Спрашивали Сергея Лаврова и о его отношении к идее переговоров о возвращении Крыма Украине, на что глава МИД ответил, что ни о каком возвращении, а следовательно и о переговорах не может быть и речи. На международной арене Россия сегодня действует не только исходя из собственных интересов, но также и из понимания собственной ответственности. И в первую очередь, когда дело касается выходцев из нашей страны, неважно в каком регионе мира они проживают. В российском внешнеполитическом ведомстве внимательно следят за судьбой 13-летней Лизы в Германии, родители которой сообщили о том, что их дочь была изнасилована беженцами с Ближнего Востока. Несмотря на то, что немецкие власти пытаются замалчивать эту историю, наши дипломаты намерены добиваться установления истины. Надеюсь, что проблемы не будут заметаться под ковер, и что не будет повторений случаев, как с девочкой Лизой, когда новость о том, что она исчезла, очень долго скрывалась по каким-то причинам. Сейчас, по крайней мере, мы работаем с ее адвокатом, он работает с семьей, работает с нашим посольством. Ясно, что девочка абсолютно точно недобровольно исчезала на 30 часов. Очень надеюсь, что вот эти миграционные проблемы не будут вести к попытке политкорректно залакировать действительность в каких-то внутриполитических целях. Это было бы неправильно. Проблемы нужно честно излагать, честно признавать своим избирателям и предлагать открытые, понятные пути их решения. Журналист из Великобритании интересовался перспективой отношений между его страной и Россией. В частности, спрашивал, как могут повлиять на них заявления британского суда, фактически обвинившего Россию в гибели Литвиненко и последовавшие вскоре за этим заявления британских политиков. Почему, например, засекречены результаты вскрытия тела Литвиненко? Почему проигнорированы требования его первой жены, его брата, его отца провести эксгумацию и вновь сделать вскрытие? Почему этого не сделано? Дело Литвиненко еще больше осложнит наши двусторонние отношения. Вот с этим я полностью согласен. Только не дело Литвиненко, а спектакль вокруг дела Литвиненко. Наши отношения очень серьезно осложнят. Спрашивали журналисты Сергея Лаврова и о многих других международных событиях. Пресс-конференция главы российского МИДа продолжалась больше двух часов и в итоге Сергей Лавров был вынужден прервать общение из-за плотного рабочего графика. Впрочем, с журналистами он не стал прощаться надолго. Уж слишком быстро меняется международная обстановка и новых встреч с главой российского МИДа стоит ждать в ближайшее время. Алена. Да, Михаила Кинченко у пресс-конференции Сергея Лаврова, на которой были подведены итоги работы Министерства иностранных дел в ушедшем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова